хай ой смешники мы продолжаем родитеру под названием в упом так сейчас мы с вами отправляемся отдал он тут была дверь сейчас мы отправимся с вами в город чтобы мы могли но не в город для того что у нихера там супа я хочу видеоролик не смотреть видеофильм которые кинофильмы короче херни которые мы с вами находили где фильмы но видите я большинство не при находил здесь два не нашел здесь 21 не нашел один не нашел один и у фрэнкеров они не нашел одно из бессмысленных где фильмов не я не хочу смотреть это подождите это не такое как другое о чем она рассказывает бог гениально вов испортил этот диафильм классический бог я рад что я не единственный кто ненавидит эти таинственные диафильмы это круто вот я как понимаю каждый отвечает по разному дар говорит в конце и вообще читает фильмы что это я хотел прекратить смотреть все это но похоже на фейтбол не так ли только фрэнкера на этом изображение очень уродливая подождем давайте посмотрим следующий слайд я не уверен что это фрэнкера похоже они неправильно играли это не так как мы играем фрэнкбол раздовыми игроками представляет как скучно это будет вот возьмите это так следующее отлично классический диафильм великого шеф-повара франкера на это еще один мой дневник великолепный шеф-повар фрэнкер недавно я изменил некоторые ингредиенты своего особенного супа еще не все идеально но тяжело найти правильные ингредиенты для готовки любом случае я заметил небольшую группу хулиганов фрэнкера появляющихся особый интерес к моему новому супу я им не доверяю кажется что они слишком сильно любят мой суп приближающийся фэйр и банкрента нужно быть слишком осторожным много франкеров превращаются в хулиганов хотя я не могу винить их за вкус моего супа он великолепен почти идеальный почти это правда некоторые франкеры немного агрессивны это в эти дни некоторые из них даже смеются надо мной за то что я хочу быть мудрым но вы знаете сейчас захватывающее время и каждый фрэнкера знает как справиться с ним в любом случае есть кое-что для вас так и последний который нашел часть 2 отлично классический дефиль вы знаете что готовить нелегко как шеф-повар все франкеры ожидают меня чтобы я приготовил для них вкусную еду это каждый день искать нужны ингредиентки в воронке сложно я имею ввиду все что у нас есть эта грязь и все это за сервера на для банкрента если я только мог добавить новый ингредиент суп особый ингредиент что-то круглое мило с большим количеством ног и специфическим запахом но где могу найти это специфический ингредиент специфический запах похоже вы подходите мой отвратительный друг похоже мне стоит не я похож на вас молодец франкер вот возьмите все а теперь мы можем с вами продолжить лучше сохраниться на всякий случай и отправиться под каплю воды окей все пошли на суп теперь мы можем наедине поговорить с тем человеком с головой это вы и теперь там блайки вы могли бы мне помочь я попросил одному франкера сделать огромный грязевой шар и накормить меня им но потом они услышали как еда упала на землю они сразу же все ушли пожалуйста поможете ли вы бросить мне шар не делай этого вон это может быть последний кусок грязи банкера перед тем как он лопнет зачем вы это сделали я хотел съесть это вы должны перестать есть нет я им грязь я съем всю эту грязь окей они я могу атаковать его все это весь босс ва никто не меня не любит о нет что происходит и блоки раз расстроили бланкера но black думает что бланкер ты еще не ушел весь мир трясется нехорошо что же нам делать и блоки должны повидать рэдов кнеда рэдов кнеда рэдов кнед знает что делать бланкеры слой оставь балл анкера покой хулиган а то есть они заново влазит я понял так что мне нужно вызовите рэдов кнеда во первых кто это и что на себе представляет дело в том что я не понимаю куда мне идти что мне делать это это очень вот это не использовал точнее тоже супер оружие мою хотя на и босс не финально пока что ни хера не пойму ну ладно типа обратно мне не пойти мне только сюда вниз не только сюда но это мы тоже делали что ты не врубайся я что вообще сейчас не понимаю нихера я просто не могу понять куда мне идти единственное что я могу понять это вот это только единственный стал минус как их убивать я забыл я забыл как их убивать подожди это использовать заряд для этого используется заряд для этого оружия блин честно я уже не вспомню пиздец шо сделал а вспомнил воду их надо атаковать ну правильно ли я делаю подожди а давайте я попробую а ну-ка что мне на шестерку стоит свеча давайте на восьмерку и чё я открыл короче не буду а давайте ну настолько сюда вход так ведь давайте тогда выключим включим темноту наоборот и посмотрим я понял отлично отлично да на ощупь идти такое бум получая его еще раз приветствую приятно видеть что вы что ты принес мне еще тело я не вижу тел блайка что я могу сделать для тебя взамен нам нужна помощь в чем ваша проблема бран кред грустит грустит говоришь это объясняет почему я видел плачущего бланкера все всего минуту назад весь мир содрогается и блэк думать что бранкер является причиной всего этого я тоже считаю из-за бранкера весь мир курушится каким образом видите ли бран кред обладает уникальной способностью создата создавать воду своими глазами аналогично блюстеры создают блюзовую воду однако бранкер способен создавать гораздо больше воды особенно когда он расстроен прямо сейчас количество воды которые создают бранкер просто огромное и успешно пропитывает всю грязь заставляю и скользить вниз если мы не вмешаемся большая часть мира сползет вниз чтобы прям что приведет к катастрофическим последствиям а что будет дальше как нам его остановить даже если бранкер перестанет плакать он никогда не перестанет есть грязь в конце концов бранкер переезд и уничтожит этот мир свой своей грязь его блевотой поэтому я должен взять бланкера собой куда вы его отведете я давно это планировал в ум и в лайке в этом мире не может быть им место для существа подобного банкринту на мой собственный новый мир бланкер может очень хорошо использовать чем больше бланкер тошнит тем больше будет мой новый мир какой у нас план я не могу взять бланкера вместе с собой как вы могли заметить в ум я не могу подвергаться воздействию солнечного света местоположение бланкера темное но в доступном для солнца месте поэтому мне нужно чтобы ты заметил область затемнел область где находится бланкер почему вы не можете коснуться солнечного света у маленького вума длинная и сложная история я готов рассказать тебе но это займет много времени много времени как которого у тебя сейчас может и не быть тогда не обращайте меня есть я восхищаюсь твоим любопытством но следи за временем чтобы помочь тебе понять внутреннюю работу наших тел и форм могу рассказать о духе души теле кринтериуме телесном духе чтобы ты хотел узнать кринтериум кринтериум это источник и место окончания жизни как мы его знаем трудно объяснить что такое но она наверное большой и содержит невероятное количество энергии именно здесь создаются новые существа и хранители информации о прошлой жизни но вы существа да новая жизнь новые варианты души отправляющиеся в этом мир перед плетеных с духом когда оба объединяется с телом создается существо как только дух покидает тело он возвращает копию души существа обратно в кринтериум с ними кринтериум может получить доступ ко всей информации в существе как прошла его жизнь почему но ну чему она научилась как умерла это невероятно действительно блэйк а для какой цели его цель трудно сказать но согласно ее собственной теории кринтериум осторожно пытается создать идеальное существо существо которое может обитать в мире преодолевая свои трудности но при этом сохранить мир в целости как только дух и душа пребывает в критерии в носят изменений и отправляется новый прототип мы все прототипы согласно теории дам ты я блайки мы все являются прототипами для идеального существа но я не думаю что идеальное существо когда-либо будет сформировано я смог усложнить процесс для литариума что вы сделали метод кринтериума работал безуспречно пока я не вмешался в цикл до блэков существовало только одно существо одновременно согласно моей теории каждый раз у существа была уникальная черта которая проверялась в контре рим я был рожден в этом мире с бесконечным стремлением к информации и знаниям я изучил свое собственное тело и узнал о духе души и теле но по мере того как я становился более осведомленным я также стал одержим идеи обменом этой информации я начал я начинал чувствовать реально чувствовать цели и контроль но я знал что не могу действовать сам по себе информация должна была по при было бы произойти мою продолжительные жизни мне пришлось изобрести умножение чтобы скеровать долгов вечные обнаруженные информации а вы я сделал вроде я научился превращать тело в дух но я стал безус безрассудным и это стоило мне моей жизни я заметил все свое тело подвергнув воздействию солнечного света и поэтому меня отправили обратно в конторению вы клонировали себя я не клонировал себя только после своей смерти я научил давать души разным предметам оказывается все просто просто прикоснуться к миру вокруг тебя я однако был одержим в ожидании до так долго что смог максимально увеличить шансы на достижение своей цели я решил что было бы безопасно ник никогда ничего не трогать я не был бы раздавлен камнем я не застарял бы в земле и бы просто плавал вокруг вечности как только и вернусь в свой в этот мир форме телесного духа мне удалось склонировать блайка плаки раньше обменивались тела для создания новых друзей блайков рядов книг сделал жизнь блайков невероятный внезапно появилось большое количество блайков поскольку блайки лишились жизни к рентуриум внезапно получил копию существ большом количестве никогда такого не происходило чтобы существо размножались автам автомат на не зная о новом явлении он создал бланкера в то время как мир все еще был населен блайками я не думал что к рентуриум когда-либо удастся адаптироваться к нарушенному циклу поэтому будет появляться все больше и больше видов создается впечатление что новые дизайн души дизайн и душа выживает только в течение несколько минут и поэтому теорию чувство направления к рентуриум находится в хаотичном состоянии что привело к тому что дух не может вернуться туда и вместе этого существа самостоятельно формируя все больше и больше видов даже без моей помощи вы клонируете в умов именно так я мог бы превратить твой любимый камень в живого в ума но особенно сейчас когда между этим миром и критериум вроде духи и потерянной жизни достаточно темные места жизнь может появиться сама собой без меня без крентериума теперь я все понимаю это впечатляет в как там блоге блоге уже не совсем понимают очень сложно не должен забывать то что в ум и блоге должны спасти мир возможно пришло время сосредоточиться на ситуации с бланкером как считаешь его ладно вернемся к делу я думаю бланкеры в настоящее время находится вместе которые я называю обратной стороной этого мира находится на том же месте где в последний раз вы видели бланкера только за стеной грязи как блэкам и вуму туда добраться я облегчу тебя задачу помнили ты блэк о варб маски который блэк создал много лет назад до блэк до сих пор он носит варб маску замечательно пожалуйста дай варб маску в уму хорошо карпаска это транспортный девайс который доставит тебя в место которое я называю тусом если вы наденете варб маску то чем в мужа очень хорошо знакомы вы сразу же отправитесь к тусом именно в этот момент когда ты умрешь что значит не очень приятно но звучит не очень приятно но уверяю вас это в пол в половину не так плохо как кажется на самом деле я сделал это довольно простым в использовании для этого нажмите и удерживайте лкм из ту сена ты сможешь перемещаться в разные места этого мира включая местоположение бланк крета как только твое тело соединится с твоим миром первоначальная форма твоего тела будет восстановлена поэтому вам должен использовать в ум варб для телепортации в ту цель на затем найти путь к блункерам точно должен ли мы встретиться с тусом на давайте встретимся в тусом что мы должны сделать это достигнем бакс ладно пока так замечательно увидимся там хорошо используем маску и отправляйся в тусом умирая или удержи лкм блин я не на давайте используем эту маску шляпы искажать так искажение если ты умрешь во время ношения данного предмета то отправишься в тусом ах вы сделали это добро пожаловать в измерение тусом она небольшая но в нем есть прекрасный вид так позади меня вы можете увидеть статую сделанную из разных объектов которые я взял с ваших миров все эти цифры связаны с определенной территории если вы прыгните в соответствующие пузырьки перед ним вы будете отправлены в это место а пока не забыл это может показаться странным но поскольку в этом месте нет тела вы похожи на меня это означает что вы можете летать однако нас еще рекомендую вам оставаться рядом с этой платформой в каком направлении вы не пошли это не приведет ни к чему кроме пустоты однако я на стальной рекомендую вам оставаться рядом с этой платформой в каком бы направлении вы не пошли это же было выше не хотите заблудиться здесь вам чтобы добраться до бланк где-то вы должны взять верхнюю фигурку статую это связано с обратной стороной вашего мира вы помните что делать когда вы там да удачи то есть какой-то степени подошли дать сиделом таким образом если коротко я объединю если нет мы на этом закончу поэтому всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте всем удачи и всем пока хайо гайса мыши муки если вдруг если вдруг вы видите это продолжение значит было все-таки коротко а если же нет то это новая серия мы с вами в другом измерении я вижу какое-то направление и что это дает мне мы с вами куда-то отправляемся вау прохвост мы сделали много но то что мы собираемся сделать сейчас может решить любом мира ты чувствуешь это и я думаю что это чувство называется естественностью но и после всего что мы пережили я просто уверен что ты отлично справишься я верю тебя прохвост карк подождите мне просто интересно если я попаду в другие миры а то есть она мне просто отправляет я понял ну тогда отправляемся туда куда нам надо мы будем заканчивать игру значит все-таки коротко будет херни но серия карк я должен сказать я действительно слышу эти крики про хвост это действительно звучит как будто бланкерку понятия не имеет что он делает с миром это печально да я не думаю что рэдов кред и он хорошие друзья я надеюсь что рэдов гнет знает что он делает все будет хорошо а мы знаем я думаю что мы как бы играем в азартные игры с будущим бланкерта но другого варианта нету если бланкерта заяцем этот мир будет уничтожен ты давай сделаем все что может сможем проходит независимо от того что насколько сложно будет бланкрит мы подготовим комнату для входа рэдов гнеком давай сделаем это ладно пошли кар мне просто интересно к чем отличается то что куда я сейчас еду и это место это че таинственный шар защищает тебя от вражеских снарядов на 10 гонок без перезарядки неплохо непонятное облако мне дало что-то непонятное кажется это конец про хвост мы действительно не знаем чего ждать поэтому я надеюсь что ты готов я всегда готов я знаю это вот она в этих стенах есть щели через которые проникает свет не стоит беспокоиться затемненной комнаты блоки позаботиться об этом в ум исследуется среда еще внимание на отвлечение бланкера чтобы блоки смогли задать через грязи и затемнить комнату понял хорошо black верили а верит в ума вы сказали мне перестать есть грязь что вы здесь делаете мир разрушается вы должны перестать есть грязь что какое отношение то имеет ко мне из-за ваших слез за весь мир может утонуть бланк ряды больше не любит вас оставьте мне в покое видео и Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... 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 Они планируют начать свою первую поездку через пару лет Блайны построили новое королевство под землей в пещере, где когда-то жили гигантские камни После того, как потерянный Спленхекер обнаружил пещеру, он стал их новым королем После нескольких лет напряженной работы, Карл наконец ушел из дома Вумов Но в насыщий время он проживает в одном из новых VIP-номеров в статотопе города Попу Бра заменил Карла в качестве нового менеджера дома Вумов Жители все еще привыкают к его строгой политике в отношении утренних упражнений Вум-лифтер находится в творческом отпуске в чудесном Спленке Он уже с нетерпением ждет возвращения на свою старую работу в дом Вумов Магазин драгоценных камней Дрекла не работает Рядов Кнет построил дом в измерении Тусена для храброго Вума, который когда-то спас мир Ну что народ, если оценивать игру Ну, в принципе, игра стилистически довольно Эээ, давайте, ладно Стилистически не похожа ни на какие-то другие игры То есть, по виду, да, то есть, изображению, графике, все такое Суть, типа, нарисована Также можно отметить, короче, давайте плюсы Нестандартная графика, раз Второе Это количество боссов и их фазы Это два Довольно странный сюжет, это три Что это, понимаете, даже не обычный метро 2 То есть, здесь есть Как сюжет основной, так и дополнительный Есть юмор Это плюс-плюс еще У нас есть пять плюсов Если брать минусы Я могу отнести тот же минус Это графики Потому что ты немного путаешься Где задний фон Именно задний фон А какой задний фон Над который ты можешь забраться Это минус Ну, в принципе, я думаю, все Больших минусов нету Если брать из таких моментов Для запоминающихся боссов Ну, кто у нас вообще был из боссов Это здоровый камень Камень Рыба Лицо Повар Светофор Лай, если брать из таких боссов То это Светофор Запоминающий был Морошина Ну, аппарат мороженого Там еще было Из боссов был этот Как он Хедаж живший Просто из кастрюли Ну, и битва С боссом Типа Типа битва С боссом Это улитка Ладно, если В принципе так и отмечать То Был и стремный момент Который я на самом деле Не ожидал Когда мы отбыли По острову Херсена И откуда И на нас Откуда ни возьмись Брыгнула какая-то Чертовщина Так, это можно Пропустить как-то Ладно, давайте я подожду Это на меня напал Осьминог Или что-то Был это за херня Она просто громко Зарала и все Короче, подождем Конца титров Может там что-то будет Так, походу Уже подходит к концу Ну, и я тогда Расскажу Что еще У нас есть Кастемизация персонажа Которая ни на что Не влияет А хавчик мы использовали Только на финальном бульсе Потому что я сначала Не понимал Как от него Уворачиваться Также можно Наверное В какой-то степени Понять Что босса Можно было все-таки Одолеть Если постараться Ну, типа Сколько мы Одну хпшку снесли Вначале Потом типа сдохли Здесь можно Может быть Здесь было две концовки Мы могли Как его одолеть Так же просто И потянуть время Побочные задания Мы некоторые не выполнили То есть Мы не отнесли Билеты Где мы участвовали В телешоу Для Челику Контракт Или мы не надо было Приносить Мы не побывали Еще на Самой верхушке Крыши Здания Начального На аттракционах Мы покатались И все такое Поэтому Конце тетр И Я заканчиваю Ну, я не знаю Вот в конце Что-то вот Приехало Какие-то Точка Точка Запятая Запятая Знак Может быть Это От облака От облака Вот Все-таки Что было А нет Конец Ну, я думаю Ну что, тогда я думаю Мы с вами на этом Закончим, ребята Поэтому Всем спасибо за просмотр Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Комментируйте Всем удачи И всем Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok